Также Вы говорили, что у Вас нет сомнений, что когда берлинский пациент, его тело перевозили в территорию Российской Федерации, в территорию Германии, то никакого воздействия, никаких боевых отравляющих веществ не было. Я это сказал на основании утверждений, конечно, наших специалистов. И я им полностью доверяю. И Вы хорошо знаете, что в нашей российской больнице был проведен полный комплекс его обследований, анализа. Причем это сделано на самой современной аппаратуре. И эти исследования показали, что в его крови, в других биологических материалах, нет ничего, говорящего о присутствии каких-либо отравляющих веществ. Но потом появились маркеры, которые заметил ОЗХО. Поэтому вопрос, когда и как, и кто нанес эти маркеры, и почему ОЗХО вдруг в своем докладе, якобы по ошибке, указало 20 августа. То есть пациент еще на самолет не сел, а ОЗХО уже возбудилось. Да, нестыково как огромное количество. Здесь, конечно, трудно говорить о том, был ли он действительно отравлен. Потом уже. После того, как он был съем на борт лайнера, да, самолета. Но если действительно какие-то маркеры были обнаружены, то более реальное предположение о том, что что-то, то есть какие-то вещества, были внесены в его биологический материал. И это произошло не на территории российской телевизации? Конечно. Конечно. Это очень серьезно. Ну, повторяю, я такие выводы делаю из заключения наших врачей и специалистов, которые работали с ним, так сказать, на территории Российской Федерации, и из дальнейшей логики событий.